Здарова! Это обзор AtmoPork, я Трэш и всё тот же Android Shake. Начнём с ваших заказов на топы. Подписчик с ником Руслан Вастрыгин попросил составить топ игр с элементами выживания. Из данного жанра на Android выпускает пока один только шлак. А про Майнкрафт и Террарию вы сами знаете. Но мне всё же удалось найти немножко годноты. В игре Survival Island Dragon Clash вам предстоит выживать на заснеженном острове, наполненном не только голодными животными, но и драконами. От вас потребуется построить дом, чтобы защищаться от холода и добывать ресурсы, чтобы крафтить предметы. У игры, конечно, не особо добротная анимация, но неплохая графика. Крафтерс Tomb Defenders тоже не особо может похвастать роскошной анимацией. Зато имеет великолепный геймплей, сотни предметов крафтинга, смену дня и ночи, возможность плавать и строить целую оборонительную крепость. Пока Тон Старф не вышел на Android, вы можете свободно заменить его крафтерсом. Если же вам больше хочется пощекотать нервишки и вы ищете что-нибудь наподобие игры Forest только на Android, то The Survival Rusty Forest как бы даже намекает названием. Вам потребуется спасаться от зомби, исследуя просторы дикого леса, заброшенные дома и покинутые военные базы. Вы сможете находить и крафтить предметы и оружие, строить здания, охотиться и добывать пищу. Что может быть лучше? Разве что та же самая идея, но в лучшей обертке и с меньшим количеством багов. Та же самая эпидемия зомби. Те же возможности и геймплей ждут тебя в игре The Abundant. Но разница все же существенная. В игре присутствует сюжет, три режима игры, хорошая графика, атмосфера и огромный окружающий мир. Ну и самым лучшим выживастиком на сей день можно считать This War of Mine. Здесь нет зомби, но зато вы прочувствуете, каково это быть беженцем в период активных боевых действий. Апгрейдите жилое помещение, используйте сильные стороны команды, проходите задания в стелсе и выживайте любой ценой. Для тех, у кого слабо устройство, или кому захотелось узнать о чем-нибудь хорошем, что он мог пропустить или позабыть, правильно, предлагаю отправиться вперед в прошлое. Я нашел аркаду с невероятными головоломками и графикой 2016 года, при том, что игра вышла в 2013 и потянет на любом устройстве. Итак, познакомьтесь с Чаком, героем замечательной аркады Чак Зе Мак. Эта капля просто жить не может без кристаллов, и от вас потребуется решить уйму головоломок, основанных на физике, чтобы помочь Чаку собрать все кристаллы. В игре 40 уровней и 4 главы, в каждой из которых вас будут поджидать новые враги и препятствия. А сейчас давайте узнаем, какая игра стала лучшей на этой неделе. С новинками на андроид сейчас стало как-то туговато, так что совсем не удивительно, что игрой недели стал раннер Нин Джоуссен. Нин Джоуссен, хоть и является раннером, но проработана до глубочайших деталей, создавая ощущение полноценной аркады. Метайте сюрикены во врагов, прыгайте по стенам и рубите недругов катаны. В игре великолепная пиксельная анимация и графика. По стилю и динамике, Нин Джоуссен очень напоминает Соника и сможет затянуть вас точно так же на долгие часы. Ну а сейчас давайте узнаем, что же выйдет на андроид в ближайшем будущем. Разработчики знаменитой кооперативной аркады Гуакамейлой планируют выпустить этим летом мультиплатформный шедевр Северт. Северт унаследовала от Гуакамейлой яркий визуальный стиль и тягу к красивому насилию. Вам выпадает роль девушки, которая лишилась руки в бою. На пути будут встречаться куча уродливых монстров и гигантских боссов, расчленив которых вы сможете комбинировать их плоть с вашей героиней, наделяя ее новыми способностями. По всей видимости, героиня сможет исследовать мир по определенным коридорам, а система боя будет реализована за счет свайпов и узоров, выполняемых на экране. Ну и наконец, давайте поднимем настроение очередным трэшем. Любите хэви метал, длинные усы и... Стоп, это уже было. Любите хэви метал, длинные паттлы и брутальные игры? Тогда Die For Metal утолит ваши мирские желания! И вновь я не могу обойти такой металлический трэш, как Die For Metal. Игра очень забавна, сложна и напоминает Супер Митбой. Главный герой – викинг-металист, который готов умереть ради любимой музыки. Проведите его через 40 опасных уровней, брутальных и топорных, как внешний вид всего творения. У игры даже есть продолжение под незамысловатым названием «Умри за металл снова». Попробуй, вдруг торкнет. А на сегодня это всё. Ставь лайк, делись видео с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. Ах да, не забудь указать, на какой секунде нашел печенюшку и оставить ссылку в ВК, чтобы я мог отправить сигну. И будьте людьми, открывайте стенку! В прошлый раз я не смог отправить сигну ни одному из первых пяти подписчиков, которые нашли печенюшку. Ну что за народ? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok